Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал в своем видео по 112 ледяному, в этом видео кратенько обсудим с вами ВЗ Пылающего. Эти две тачки вышли в составе набора Лед и Пламя на продажу за 8,5 тысяч голды. Я считаю, что лучше купить за эту сумму какую-нибудь годную восьмерку в составе крутого набора, еще и сдача останется, нежели покупать данный набор. Если говорить о качестве машин и сравнивать их между собой, то в данном наборе я, допустим, больше склоняюсь к семерке, потому что на своем седьмом уровне ВЗ Пылающий действительно гораздо лучше играется и гораздо более результативен, нежели на своем восьмем 112 ледяной. Но за 5 тысяч голды, даже с открытым всем оборудованием, что поможет сэкономить в районе 2 миллионов серебром, может там 1 миллион 800, я считаю, это очень дорого. И объективная нормальная цена на машину, это, ну пускай, пускай, ребят, 4 тысячи. Это вот чисто как максималка, поверьте. Если у вас есть в ангаре восьмерки, то на Пылающем играть вы будете крайне редко. Да и плюс сама машина требует от вас сноровки в отношении того, чтобы выживать на сущем картоне и будет требовать от вас, ну прям очень, очень аккуратной игры. В отношении орудия все действительно очень классно для своего седьмого уровня. 185 пробития действительно не хватает для того, чтобы бодаться против восьмерок. Против семерок шестерок играется в целом нормально и комфортно. Время перезарядки 11 секунд и может показаться, что это долго, но в данном случае к этому показателю просто стоит привыкнуть, потому что вы взамен получаете целых 400 единиц разового урона. И для семерки это очень крутая цифра. В отношении угла сколовернения орудия вниз целых минус 8 это очень хорошо, потому что при заднем расположении рубки, если бы здесь было минус 6, можно было бы повеситься. А так в целом вполне себе играбельно. Опять-таки требует сноровки и, я бы сказал, привычки. ДПМ реализуем только в случае, если вы находитесь вдалеке от ваших соперников и не попадаете в засветы, потому что если вы в них попадаете, вас сразу разбирают и вы идете плакать и жевать сопли в ангаре. Разброс 0.376. Великоват. Но опять-таки понимаешь почему, потому что урон 400 и если бы был более приятный разброс, то это была бы прям совсем имба-имбовая. А вот то, что здесь действительно имбовое, так это время сведения 2.6. Ну в край, в край приятный показатель. Ну что, ребят, берем пылающего и поехали посмотрим, на что он реально способен. Так, ребят, поехали. И слава, ну слава тебе, господи, что против нас нет восьмерок. И играть будем исключительно против себе подобных семерочек, либо против шестерок в данном случае. И это действительно очень классно для ВЗХ, потому что в таких боях можно действительно выдавить из нее все и по максимуму получить удовлетворение от боя. Когда играешь против восьмерок, пробить сложно. Ну и, соответственно, тебя гораздо быстрее выкидывают из боя, нежели ты хотел бы. В отношении точности. Точность есть и на дальних расстояниях, да, будет необходимость давать упреждение по выстрелу для того, чтобы снаряд успел долететь и пробить. Но в целом претензий каких-то существенных не имею. Также стоит отметить, что пускай не полностью, а только частично поворачивающаяся рубка, но все же это гораздо лучше, нежели обычный монолит. Ну и, соответственно, порой нет необходимости доворачиваться корпусом, а просто повернуть рубку. Кстати, рубка поворачивается, ну, я бы сказал, что не прям супер бодро, но и не вяло. В конце концов, это, опять-таки, лучше, чем вообще ничего. Так, подъезжаем повыше и попытаемся чего-нибудь сделать. Сейчас попытаюсь вот этих вот товарищей повыцеливать. И уничтожитель, что ты мне скажешь? Я смогу тебе закинуть? Смогу, потому что точность, как я говорил, у орудия действительно есть. Ну, а теперь время перезарядки. И для того, чтобы не отхватить, надо сразу откатываться. Вот вам угол склонения орудия, который крайне комфортный. И, как видите, я сейчас нахожусь за холмиком. Меня практически никто не выцеливает. Я при этом могу даже еще ниже склонить орудия. И для меня это не будет какой-то проблемой. Спасибо тебе большое за то, что ты все так же стоял ко мне бортом. В общем, на своем седьмом уровне, играя против семерок и шестерок, ПТ-хать действительно интересная, действительно прикольная. И да, она есть у меня в коллекции. Выпала она мне из какого-то контейнера уже, и не помню когда. Но, честно говоря, для меня на уровне есть гораздо большее количество интересных, приятных семерочек, на которых можно поиграть. Блин, упреждения дал чуть меньше, чем надо. Причем сам об этом предупреждал изначально, и все равно смог, как говорится, дать маху. Так, поднимаемся выше. Мне нужен фраг. Давай. Нет, никто не хочет. Блин. Нормально, нормально. За краешек, правда, зацепился. Ну, опять-таки, не дал упреждения. Можно, можно немножко побороться с этим, и в оборудовании установить себе на улучшение скорость полета снаряда. И многие игроки так и делают. Не знаю, мне это не сильно интересно. Я все-таки за то, чтобы я быстрее сводился, ну, по крайней мере, играя на данной машине. Поэтому не улучшал. Хотя потенциально можно улучшить, и станет играться в отношении скорости полета снаряда, безусловно, гораздо бодрее. Ну, давай, поднимайся. Как я тебя только что не пробил? Ребят, напишите в комментариях, что за фигня? Что за фигня творится? Может, кто-то знает ответ, что это только что было, когда я попал ему в абсолютно картонный серый бронелист, и при этом всем умудрился его еще и не пробить. Так, серебряндию не портим. А урон нанести не получалось. Лучше бы потратил серебряндию, ускорил перезарядку. Адреналин бы помог мне все-таки забрать данного товарища Игорька, и был бы еще один фраг на моем счету. Плюс дополнительных 300 с копейками урона. Ну, да бог с ним. Просто посчитайте себе там где-то, если вы считаете на калькуляторе результативность машины, в плюсик потенциальные неполные 400 единиц урона и один фраг. Было бы 4 фрага на счету, 2000 единиц урона точно забрал бы. Ну и в отношении серебра, ребят, это не фармер, поэтому даже не буду смотреть на итоги. Эта машина чисто ради прикола, ради фана. Ну и я бы сказал, в коллекцию. В отношении результативности в команде, был бы все равно на втором месте, но с лучшим результатом по количеству урона. Первое место у нас занимает уничтожитель, за что получает заслуженный лайкос. Ну и еще двое ребят, которые были с нами в бою, получают от меня лайки, потому что показали себя очень даже классно, за что им большое спасибо. Ну а наши соперники тоже показали себя достойно, и я считаю, что проявление уважения к соперникам, в первую очередь, проявление уважения к самому себе. Вот такой вот он, WZ-пылающий. Покупать ли его по отдельности, я лично думаю, что нет, потому что 5000 для него действительно дорого, это честно. Стоит ли заиметь себе когда-либо пылающего при такой возможности по нормальной адекватной цене? Да, стоит, потому что ПТ-шка интересная, и на ней можно порой довольно круто пофаниться и получить массу удовольствия. Возвращаясь к вопросу оборудования, как я говорил, скорость полета снаряда подкачивает, и можно поставить себе увеличенный вот этот заряд, с помощью которого можно добавить себе плюс 30 скорости полета снаряда, и да, действительно это ощутимо в боях. Но в таком случае по вашему орудию меняется цифра по времени сведения на 2,8. Не знаю, может для кого-то это неощутимо, может кому-то ощутимо. Мне, допустим, комфортнее играть все-таки с такой скоростью полета снаряда, но еще, пускай на 0,2 секунды быстрее сводится. Возможно, я не прав, пишите в комментариях свое мнение, как по поводу самой ПТ-хи, так и в отношении оборудования. Да вообще, в принципе, пишите в комментариях, я все их читаю и на многие отвечаю. Мне вообще, в принципе, интересно почитать ваше мнение по поводу всего, что в игре происходит. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok